Я тут потихонечку начал писать конспекты и делать домашние задания для курса и обнаружил то, что я пропустил очень важный момент в уроке про время. Мы с вами там не поговорили о часовых поясах, и сейчас я быстренько этот вопрос закрою. Начну я показывать в текущем седьмом центасе, потому что именно в нем это выглядит так, как предполагалось изначально. В бунт они немножечко отошли от концепции. Значит, если мы перейдем с вами в папку user.share.zone.info Кстати, когда у меня уже горло пройдет? Такой голос дурацкий. И посмотрим, что здесь есть. Мы увидим здесь папочки и увидим файлы. Это как раз и наши временные зоны есть. По сути, любой из этих файлов, если открыть, например, ну давайте поглядим, вот Poland, это у нас не директория, мы с вами ничего такого толком не увидим. То есть это такой бинарный. Эти бинарники формируются специальной утилитой, который сервисом, который берет, считывает настройки временных зон и создает вот эти вот все файлы. Мы можем посмотреть их содержимое специальной утилиткой. И есть такая штука the dump, которая может тот же самый Poland нам сейчас с вами показать. И нам будет видно то, что вот сейчас в Польше у нас вот такое вот время указано. Время и вот это и есть наш часовой пояс. То есть, как я и говорил, в вот этой папке user.share.zone.info хранятся все наши часовые пояса, то есть время в этих часовых поясах. Текущее время у нас это файл etc.local.time. Мы опять же не можем его посмотреть через командную строку, потому что это бинарник. Но тем не менее, если мы перейдем с вами в папочку etc. И нажмем, например, ls-sale, чтобы посмотреть все наши файлы, мы увидим то, что файлик local.time у нас является ссылкой. И файлик local.time у нас ссылается на нашу конкретную временную зону. То есть на ту же самую папку, в которой мы только что были, user.share.zone.info. И там в папке европа папка, в смысле файлик moscow. И да, простите, то что я сегодня говорю папка, это у меня уже от винды. У нас здесь папок нет, у нас директории. Так что меня уже поправили один раз, я продолжаю говорить. То есть изначально у нас в линуксах установка времени осуществлялась созданием вот этой вот ссылочки. Файлик local.time куда-то там ссылался. Например, мы можем сейчас залинковаться, например, к времени в моем любимом Киеве. Создадим символическую ссылку на ту же самую папку user.share. zone.info. И возьмем оттуда папку с Европой, и там должен быть Киев. Вот так вот. Создадим ссылку на вот этот файл. Вот здесь вот, local.time. Ну да, для этого, конечно, нужно и права суперпользователя. И теперь, если мы с вами тем же самым способом, через the dump, посмотрим наш etc.local.time, мы увидим то, что у нас время вот теперь в таком формате. 18-27 он показывает. Если мы захотим вернуть в Москву, соответственно, я беру, указываю ссылку Европа, точно та же, только не Киев, а Москву. Проверяю the dump, вижу то, что теперь у нас время MSK. На часик больше. И так у нас всегда было, и на тот момент, когда создавалась сертификация Ubuntu, все, в смысле сертификация LPI, все так и было. В Ubuntu все немножко по-другому. Убунт у нас продолжает отходить от классических канонов, заигрывает с пользователем, добавляет какие-то свои фишки и примочки, из-за чего в ней все выглядит немножко по-другому. Здесь точно так же, при помощи the dump, мы можем посмотреть наш etc.local.time, и видим то, что здесь у меня как раз стоит киевское время, видимо, я игрался. Но при этом, если мы с вами перейдем в папочку etc, и попробуем посмотреть, есть ли там символические ссылки наши, мы увидим то, что наш файл local.time, по сути, никуда не ведет. То есть в Ubuntu они сделали вообще все очень странно. Этот файл не является ссылкой, и периодически иногда в журналах событий разные сервисы могут ругаться на то, что вот этот файл должен быть ссылкой, а он ей не является. Они, по-моему, уже это пофиксили, но не уверен. При этом у нас есть точно так же папочка etc, ну, в смысле, user.share.zone.info. У меня есть все те же самые часовые пояса, но что интересно, здесь есть еще отдельная поддиректория, но что интересно, здесь есть еще отдельный файлик local.time в этой папке users.share.zone.info, который как раз и является ссылкой на etc.local.time, то есть все задом наперед. У нас не etc.local.time является ссылкой, а etc.local.time является реальным файлом, и вот здесь вот у него находится ссылка. Соответственно, чтобы менять время в Ubuntu, мы теперь не можем вот так вот линковать этот файл к какому-нибудь из вот этих файлов. Ubuntu у нас для этого сделала специальный программный пакет. Есть много способов установить часовой пояс, например, сказать time, date, control, set, timezone, указать его. А можно проще всего запустить пакет, как обычно, пакет, который переконфигурирует. dpkg reconfigure, переконфигурирует tz.data, timezone.data. И у нас просто сейчас в таком псевдографическом стиле открывается командная строка. Мы можем сказать, что у нас часовой пояс Европа, и не просто Европа, а Москва. Окей, и вот у нас поменялось наше время. Мы можем опять задампом его проверить. И видим то, что теперь у нас время MSK. Что интересно, в Ubuntu уже есть еще отдельный файлик etc.timezone. Это уже обычный текстовый файлик, в котором в нашем понятном формате указано часовой пояс, часовое время. Вот такое получилось небольшое дополнение. Повторюсь, я сейчас к концу каждого урока, каждой темы, там 181, 182, 183, пишу конспекты, домашние задания на сайт и к видео прикрепляю в конце ссылку. Давайте я к этому видео внизу брошу общую ссылку на папку со всеми домашними заданиями и конспектами, которые я уже успел сделать.